Сегодня мы с вами поговорим о теме денег, о том, как зарабатывать век цифровых технологий, о тех знаниях, которые приходят к нам неизвестно откуда, но позволяют вырваться на совершенно другой уровень. Я расскажу свою историю. Мне 23 года исполнилось, буквально полтора месяца назад, поэтому не смотрите на столь юный возраст, просто послушайте то, что я вам сегодня расскажу, потому что полтора года назад я задумался о том, как создать свой собственный бизнес, мне хотелось зарабатывать большие деньги, и вот мы в Москве с друзьями организовали клининговую компанию, мыли квартиры, мыли магазины, что мы только не делали, сами шарахались с этими тряпками, поломывающими средствами и так далее, и так далее. Это было тяжелое время, потому что мы каждый день какие-то зарабатывали, но вот миллионов я там не видел, я видел только грязные полы и то, что их приходилось мыть. Потом, конечно, мы уже нанимали людей, эти люди убирались за нас, мы с этого получали какую-то сумму, но тоже меня это не устраивало, и вот я искал свой шанс действительно начать зарабатывать хорошие деньги, потому что у меня абсолютно простая семья. Мама, которая живет на севере, учительница, ее зовут Наталья Александровна, она зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. По сути дела, я никогда не видел людей, которые бы зарабатывали 500, 600, миллион, 2 миллиона в месяц. Мне повезло, один раз я убирался дома у человека, у которого шикарная квартира, в отдельной комнате стоит спортзал, в другой картины висят, целая галерея. И этот человек рассказал мне, что есть возможность заняться совершенно новым бизнесом, которого в России, в СНГ тогда еще не было, и об этом еще никто не слышал. И вот он сказал, что есть возможность зарабатывать хорошие деньги. Я, конечно же, был открыт к возможностям, как и все люди, которые хотят чего-то большего. Я начал это изучать, и вот тогда я впервые узнал о теме, о которой мы сейчас будем разговаривать. Это криптовалюты и как на криптовалюте построить свой бизнес. И вот полтора года назад информации на русском языке было очень-очень мало. Единственная информация, которая была, это то, что если вы будете заниматься криптовалютой, скорее всего вас посадят в тюрьму. Когда я начинал этим заниматься, наш президент еще не знал, как это правильно произносится. Было у него как-то интервью, где он говорил, вот эти как его там, ну эти вот биткоинты, вот он даже не знал, как это называется. А я тогда уже начал в это вникать, хотя со всех сторон сыпался один только негатив, что это все нереально, этого не может быть, вот эти криптовалюты, как это, что это. И полтора месяца я в этом разбирался. Но с учетом того, что я гуманитарий, для меня это было очень сложно. То есть вот эти вот цифры, какие-то вот слова наподобие майнинга, токены, сплиты, добыча, вот все это, сервера, асики, для меня это было что-то нереальное, и, конечно, было сложно. Ну, полтора месяца изучения привели к тому, что я по образованию сам политолог, международные отношения. Я представил себе, для чего вообще криптовалюта нужна в мире. Я увидел в этом огромное будущее для всей Земли. То есть не просто вариант заработка, а заработка именно на построении бизнеса, который сейчас меняет всей индустрии в целом. И мне повезло, я принял решение, начал заниматься этим бизнесом, начал обучаться тому, что такое криптовалюта, что такое блокчейн, как это развивается, как на этом практически можно зарабатывать. Сейчас я постараюсь с вами поделиться тем видением, которое у меня есть, и как вы сможете применять это для себя уже сегодня, чтобы зарабатывать на этом деньги. Потому что мир очень сильно изменился. На сегодняшний день криптовалют в мире уже больше двух тысяч разных. Если, когда я начинал, их было около трехсот, и в России практически не было своих, то сейчас я нахожусь в Ростове-на-Дону. Здесь я знаю двух людей, которые создали уже свои криптовалюты. До этого я был в Уфе несколько месяцев, жил и строил бизнес. Там я познакомился с людьми, которые запускают свою криптовалюту. Я знаю, что в Татарстане есть люди, которые уже запустили несколько своих криптовалют. Сейчас уже наверняка многие из вас слышали про завод Коэн, где они вазики продают за криптовалюту. И информации по криптовалютам огромное количество. Сейчас уже многие страны мира легализовали цифровые деньги, например, такие как Япония. В Европе очень много стран, которые встают на этот путь. И Россия, как вы знаете, сейчас тоже стремится к криптовалюте. У нас, скорее всего, либо в этом году, либо уже в следующем появится своя цифровая валюта. Пока неизвестно, как она будет называться, там, битрубль или крипторубль, но она уже будет. Потому что наше правительство говорит, что если мы не сделаем это первыми, это сделает кто-то из ближайших соседей, а нам это не очень выгодно. Поэтому нужно идти в ногу со временем. Поэтому мир очень сильно изменился. И что самое интересное, эти изменения входят в нашу жизнь абсолютно со всех сторон. Потому что по новостям мы каждый день слышим, криптовалюта, криптовалюта, криптовалюта. Там водят, там водят. Этих обязуют чиновников разбираться в криптовалюте. Сейчас уже официально им придется получать какие-то корочки, что они владеют, что такое блокчейн им будут объяснять. В университетах сейчас появляются новые обучающие программы. То есть мир шагает абсолютно в новую плоскость. Но чаще всего, как происходило, эта новая плоскость приходит в мир, но мы с вами на этом ничего никогда не зарабатываем. И на примере таких вещей, как на слайде вы видите, например, Uber, который полностью изменил рынок перевозки пассажиров, рынок такси. Uber убил тысячи других компаний, потому что Uber более сильный, более технологичный. И те люди, которые инвестировали в Uber, те люди, которые занимались Uber, они заработали на этом тучу денег. То же самое с WhatsApp. WhatsApp, Telegram, Viber, они почти полностью убили рынок SMS-сообщений. Кто сейчас отправляет SMS-ки? Ну, это устарело, это никому не нужно, как в свое время SMS-ки убили бумажные письма. И то же самое происходит абсолютно на всех рынках. У нас с вами есть такие вещи, например, как магазин Amazon. То есть мы с вами не идем на рынок. Ну, в России он не так, конечно, развит. eBay, Amazon, AliExpress. Мы с вами не покупаем вещи на рынках. Мы с вами покупаем вещи в интернет-магазинах. Это гораздо более удобно и, что главное, это дешево. Это экономит наше с вами время. То же самое социальные сети. Сейчас появился ВКонтакте, появился Facebook. Поэтому вряд ли кто-то из нас с вами отправляет письма с помощью бумаги, когда мы пишем, приходим, кладем в почтовый ящик и отправляем на другой конец света. Вот единственное место, которое еще полностью не оцифровалось, это деньги. И вот эта область, она осталась вакантной. Вопрос, кто же оцифрует полностью деньги, чтобы мы с вами могли с минимальными комиссиями, минимальными отправлять деньги в любую страну мира, чтобы мы с вами могли оплачивать любые покупки. И здесь есть еще важные условия. Это должно происходить быстро, это должно происходить просто и это должно происходить безопасно. Если мы берем с вами банковские карточки, то я думаю, вы знаете кучу примеров, когда деньги с банковских карт крадут. Вы знаете те моменты, когда банковские карточки теряются. Ну, ненадежная вещь абсолютно, как бумажные деньги. Поэтому на смену им пришли криптовалюты. Сейчас их, как я уже говорил, более 2000 разных. Все вы наверняка слышали про биткоин, про лайткоин, про ванкоин. Вот их очень-очень много. Вопрос только в том, какая из этих валют займет доминирующую позицию на рынке. И тут многие люди спрашивают, с чем обеспечена криптовалюта, с чем она обеспечена, от чего зависит ее цена. Как понять, какой именно заниматься, в какую именно инвестировать деньги. И здесь есть два важных показателя, которые и влияют. Первый показатель – это популярность бренда. Почему еще криптовалюту связывают с социальной сетью? Потому что возьмем на примере ВКонтакте и возьмем на примере Одноклассники. Вот Одноклассники ВКонтакте – это вот эта рука, а вторая рука – это Фейсбук. А Одноклассники ВКонтакте – у них гораздо меньшая аудитория, потому что они работают только по СНГ. В Европе, в Америке ими никто не пользуется. У них рынок малюсенький, максимум 200 миллионов человек. У Фейсбука аудитория 2 миллиарда человек, поэтому Фейсбук на сегодняшний день – это одна из самых дорогих компаний мира. И вот то же самое с криптовалютой. Первое – это популярность бренда. Чем больше людей пользуются конкретной криптовалютой, тем она дороже. И второй показатель – если эта криптовалюта полезна для людей, то есть они с помощью нее как-то улучшают свою жизнь, как мы с помощью Uber, с помощью WhatsApp, с помощью Skype, с помощью Facebook, тогда эта криптовалюта будет безумно популярной, и на ней, конечно же, можно зарабатывать деньги. И вот буквально 4 года назад женщина, которую зовут Ружья Игнатова, сейчас у нас загрузится слайд, вы ее увидите, это экономист, большой буквы, это человек, который имеет докторскую степень, она училась в Оксфорде, она училась в университете Констанца в Германии, помимо всего она еще и юрист, она дважды была признана человеком года бизнеса в Болгарии, это ее родная страна, это молодая девушка, ей всего 35 лет, она в свое время была самым молодым партнером в компании McKinsey, она управляла огромными активами, ну это прям вот звезда рынка инвестиций, рынка банковского аудита. И она изучала феномен криптовалют и заметила, что ни одна из 300 криптовалют, которые были на рынке, не удовлетворяет потребности массового рынка. То есть ни одна криптовалюта не может стать платежным средством для всего мира, и ни одна криптовалюта не может стать средством для перевода во всем мире. Ни одна. На тот момент самый известный был биткоин, в принципе, как и сейчас, но у него есть несколько минусов. Во-первых, он анонимный, его можно потерять. Второе. Если у вас его украли, то у вас его украли, он анонимный, его никто не найдет, за него никакая компания не отвечает. И поэтому это не может быть всемирной платежной системой. Единственное, для кого он подходит, это для людей, которые хотят делать анонимные транзакции, и для людей, которые хотят просто инвестировать в него деньги, потому что криптовалюты по определенным причинам дорожают в стоимости. Ну, эти причины тоже можно кратко назвать. Они ограничены в количестве, как и золото, их сложно добыть, как и золото, их невозможно подделать, как и золото. Поэтому криптовалюты называют цифровым золотом. И вот она придумала создать свою криптовалюту, которая бы решала эти мировые глобальные проблемы, и выпустить ее на рынок. И она сформировала очень крутую концепцию. Концепция заключалась в том, чтобы создать экосистему, в которой бы эту криптовалюту использовали. Вот эта идея была 4 года назад. Пришла ей в голову. И она начала ее воплощать. И тогда было очень много критики, очень много людей критиковали нас. Вот, Ванкоин, да вы никогда не сможете построить эту платежную систему. На это нужны миллиардные инвестиции. Да кто вам разрешит, да кто вам позволит. Криптовалюта за ней не будет будущего. Конечно, было очень много критики. Всегда мы с вами проходим через 3 этапа. Первый этап – это когда люди просто над нами смеются. Говорят, что? Да нет, бред, этого не может быть. Этого никогда не произойдет. Так было абсолютно со всеми компаниями. Над Uber тоже многие ржали. Кстати, многие судили с Uber. Сейчас есть страны, в которых Uber официально запрещают. Почему? Потому что он убивает рынок такси. Такси, которое дерет с людей денег втридорога. Uber очень сильно снижает цены. Поэтому он, конечно, не выгоден для тех, кто любит содрать с нас с вами денежки. И то же самое с OneCoin. Потому что представьте себе, задайте вопрос, какое количество ваших друзей и знакомых переводит деньги другим людям? Я думаю, что все. Второй вопрос. Какое количество ваших друзей и знакомых совершает покупки? Я думаю, любой из ваших друзей и знакомых. И вы знаете такие вещи, как Visa, вы знаете такие вещи, как MasterCard, как PayPal, как любая другая платежная система. А теперь представьте, что на рынке появляется новый виток, новая компания, которая позволяет вам делать переводы в десятки раз дешевле. Второе. Она позволяет делать переводы полностью защищенные. Эти деньги невозможно потерять. Даже если у вас украли эти деньги, компания отследит, где они лежат и вернет их вам. И третье. Это быстро. Если такой игрок появляется на рынке, то, естественно, он забирает себе львиную долю всего объема. Потому что люди всегда выбирают то, что дешевле, и то, что удобнее, и то, что надежнее. И вот именно это и есть криптовалюта OneCoin. Потому что за эти три года наша компания уже добилась таких результатов, что когда мы выйдем на рынок, дата выхода уже есть. Об этом я чуть позже покажу ее. Конечно, это будет взрыв. И то, во что многие люди три года назад не верили, сейчас эти люди закупаются нашей криптовалютой. Люди уже сквозь зубы все-таки покупают. Да, втихаря, конечно, никому не рассказывают. Они понимают, что другого выхода у них нет. И вот эта идея, конечно, это гений Ружи Игнатова. И чего компания добилась на сегодняшний день? На сегодняшний день уже более 3 миллионов 300 тысяч человек проинвестировали деньги в этот стартап. Можно еще отметить, что если мы возьмем все криптовалютное сообщество, то вот этот рынок, ICO, он называется ICO, он за два года собрал суммарно 4 миллиарда долларов. За два года. Их, этих ICO были сотни различных. Один OneCoin, одна наша криптовалюта, за три года существования собрала 10 миллиардов долларов. Больше, чем все криптовалюты, остальные вместе взятые. То есть это самый большой стартап-проект из когда-либо собранных. Мы собрали 10 миллиардов долларов в инвестициях для этой платежной системы. Теперь смотрите, что очень важно для того, чтобы платежная система существовала. Конечно же, первое, огромное количество пользователей. Второе, это количество стран и регионов, где эта система работает. Потому что сейчас криптовалют очень много. Появляется российская криптовалюта, казахская криптовалюта, американская криптовалюта, китайская криптовалюта. Появляются криптовалюты в отдельных регионах. Но у них определенный орел обитания, использования. Потому что тот же самый доллар его используют не везде. В России за доллар вы не можете купить продукты в магазинах, это запрещено законом, у нас разрешено только хождение рубля, и все. Вы долларом не расплатитесь, например, на Украине, или вот я сейчас в Донецке был, там не принимают доллары к оплате. Евро принимают только в еврозоне. Если вы приедете в Россию, вы тоже евро не сможете расплатиться. Если вы будете, например, где-то в Африке, там не принимают евро к оплате. У всего есть свой орел. И та криптовалюта, которая будет работать на максимальных рынках, конечно, она будет самой востребованной и самой дорогостоящей. И как раз наша компания работает уже в 196 странах мира. Это количество стран, в которых представлены наши пользователи, люди, которые имеют на руках нашу монету. И это уже весь мир, то есть мы его уже охватили. Второе, что необходимо, кроме пользователей, конечно, это магазины, которые принимают криптовалюту к оплате. Потому что если магазины ее не принимают, то это не деньги. Деньги – это когда мы можем купить на них какой-то товар. То есть деньги, товар, деньги. И такая возможность у нас появилась год назад, даже меньше, около 9 месяцев. У нас появилась торговая площадка, которая называется dealshaker.com. И вот буквально неделю назад мы отметили юбилейное количество. У нас более 50 тысяч бизнесов, которые принимают нашу криптовалюту к оплате. Ни одна криптовалюта в мире на сегодняшний день не имеет свою торговую площадку с таким количеством магазинов. После того, как OneCoin появился, конечно, нас уже много кто скопировал, огромное количество компаний появилось, огромное количество компаний уже закрылось. И сейчас я знаю, что многие криптовалюты, которые до этого не имели партнерской программы, они просто выпустили криптовалюту, кинули ее на рынок и все. Сейчас они подключают партнерскую программу. И они, кстати, создают свои торговые площадки и пытаются заполнить их магазинами. Но здесь вопрос времени, потому что мы это делаем уже 3 года. За 3 года мы сделали то, что можно сделать только за 3 года. Если они начинают сейчас, то этих результатов они добьются только через 3 года в лучшем случае. И вот тут вопрос, кто первый. Потому что Coca-Cola на рынке она одна. Pepsi это не Coca-Cola, Pepsi всегда на втором месте. То же самое на рынке автомобилей, есть Mercedes. Не нужен Mercedes номер 2. Все Volvo, все Audi, это всегда первая позиция, она уже занята, понимаете. И всегда так на рынке. Если есть Uber на рынке, не нужен Uber 2, не нужен Uber 3. Это все маленькие пародии, которые, ну они могут существовать на каком-то своем ареале. Ну это такая, это детская игра, в этом нет ничего серьезного. И когда мы слышим о том, что появилась новая криптовалюта, у которой 10 тысяч пользователей, есть 100 магазинов, то это вызывает только улыбку. Потому что тягаться с OneCoin сейчас не может на рынке никто. И если OneCoin не построит свою платежную систему, то этого не сможет сделать ни одна другая криптовалюта в мире. Ни одна другая. На сегодняшний день это уже факт. То есть это те показатели, которых компания смогла добиться. Как она это сделала? Конечно же, это тот бизнес-холдинг, который создает Ружья Игнатова. Конечно, в середине этого холдинга это наша криптовалюта OneCoin. Это наша торговая площадка DealShaker, на которой можно покупать что-то за наши монеты. Это сеть OneLife, OneLife Network. Потому что OneCoin это первая компания, которая пошла через партнерскую программу. Это было гениальное решение соединить сетевой маркетинг и криптовалюту. Потому что, как я вам говорил, чем больше людей пользуются какой-то криптовалютой, чем больше магазинов ее принимают к оплате, тем она дороже стоит. И какая реклама действует лучше, чем сарафанное радио? От человека к человеку. Конечно же, никакая. И три года назад, когда Ружья Игнатова запускала нашу компанию, о криптовалюте вообще никто не знал, 99,9% людей даже не слышали это слово. И нужно было объяснить, что это такое, для того, чтобы люди могли не бояться расстаться со своими деньгами, чтобы люди понимали, зачем они идут сюда, люди понимали, для чего они это делают. И, конечно, тут нужно было, чтобы человек персонально объяснял. Потому что, если бы по телевизору запустили рекламу криптовалюты три года назад, инвестируете в криптовалюты. Во-первых, телеканал бы закрыли, потому что хотели за это дело сажать. Это сейчас они говорят, что это круто, да, наше правительство. Вот, криптовалюта, это здорово. Тогда они говорили, а-та-та, мы вас накажем. Ни в коем случае. И, конечно же, люди бы не понимали, куда инвестировать, что это такое. Первый раз об этом слышу, расскажи мне. Поэтому Ружья Игнатова начала платить людям за то, что они делятся информацией. И информацию объясняют концепции компании. Еще один, конечно, важный этап, это XCoinX. Это наша биржа, где будет торговаться криптовалюта Ванкоин. Ее можно будет обменивать на рубли, на доллары, на биткоины, на другие криптовалюты. На обычные деньги, которые вам нужны. Нужно обменять на иену, обменяли на иену. Нужно на юань, обменяли на юань. Следующее, это, конечно же, наше образование. Ван Академии. То, что отличает Ванкоин от всех остальных криптовалют. Потому что ни одна другая криптовалюта не обучается в их пользователей. Самым базовым вещам. Первое. Что такое криптовалюта? Для чего она нужна? Почему будущее за ней? Как отличить, где хорошая криптовалюта, где не очень хорошая криптовалюта? От чего это все зависит? Потому что, когда появляется новый рынок, появляется огромное количество мошенников, которые собирают деньги и потом пропадают в неизвестном направлении. И если мы с вами не обладаем знаниями, то нам очень легко ошибиться. А здесь ошибаться нельзя, потому что это деньги. Деньги, они не прощают ошибок. Поэтому компания пошла через образование. Вы приобретаете в компании, когда вы хотите стать партнером, себе обучающий пакет, который включает в себя производство монеты по себестоимости. Вот это очень важно понимать, что вы получаете образование. Это самое главное, для чего сюда идут люди. Потому что что стоят деньги без знаний? Знаете, есть такой прикол, что если взять все деньги, которые есть у богатых, и раздать все деньги вот этим бедным, то буквально через год деньги опять вернутся в карман богатым. Почему? Потому что если у тебя нет хорошего финансового образования и понимания того, как работает денежная система, у тебя не будет денег. Очень просто заработать. Но сохранить свой капитал, это сложнее в разы. Поэтому сейчас мы с вами можем получить новое образование в сфере, которая только зарождается. Сфера криптовалюты, сфера блокчейна, сфера цифровой экономики. И наш президент сейчас говорит о том, что вот цифровая экономика, мы будем вот на передовой. У нас есть несколько направлений. Одно из них это цифровые деньги. И он говорит о том, что нам нужны специалисты в этой сфере. И в университетах сейчас действительно появляются новые профессии, связанные с блокчейном, новые профессии, связанные с криптовалютой. Но эти ребята выйдут из университетов только через 4 года. Только в 2021 году они получат свой диплом. Вопрос в том, а что они будут знать? Они будут знать чисто теоретические знания. Ну вот криптовалюта устроена так-то, так-то. Ну вот блокчейн устроен так-то, так-то. Вопрос, зарабатывают ли люди на своих знаниях? Потому что от того, что мы знаем с вами, ну что изменилось? Я всегда, когда учился в университете, меня всегда поражало. Вот мне преподает человек экономику. Рассказывает, что есть микроэкономика, есть макроэкономика. Он рассказывает мне, по каким законам работает бизнес, по каким законам работает капитал. Но, блин, если у него зарплата, допустим, 40 тысяч рублей, а он взрослый человек, то как он может учить меня, как работает экономика? Экономика – это чисто практическая вещь. В ней разбираются люди, которые на этом зарабатывают. Потому что Джим Рон как нам говорит? Джим Рон говорит, что если ты можешь, ты должен. Если ты можешь овладевать новыми навыками, ты должен овладевать. Если ты можешь помогать близким, ты должен им помогать. Если ты можешь зарабатывать деньги, ты должен зарабатывать деньги. Если ты можешь вырасти дерево, родить ребенка, построить дом, ты должен это строить. Иначе это предательство себя, иначе это самосаботаж. Вот о чем говорит Джим Рон. И Ван Коин как раз про это, что мы с вами можем не просто ходить умничать. Вот я знаю криптовалюту, да, их много, их там 2000, я слышал про биткоин, ла-ла-ла, это модная тема. Что из этой болтовни? Важно, когда мы практически с вами можем на этом зарабатывать. И Ружья Игнатова предложила нам с вами врачам, домохозяйкам, я не знаю, садовникам, уборщикам, докторам, учителям, всем, кто никогда не имел в своей жизни возможности заработать денег, по-настоящему много, создать семейный капитал, сделать эту возможность, сделать это реальностью. Каким образом? Криптовалюта изначально, как индустрия, не создавалась для нас с вами, она создавалась для людей, которые разбираются в компьютерах, для айтишников. То есть это были игры для умных ребят с очками, которые вот что-то там настраивали, перенастраивали. Мы с вами просто могли наблюдать, как они делают на этом деньги. И Ружья Игнатова дала нам возможность с вами получить здесь образование и практическое применение этого образования, зарабатывать на этом деньги. Вот это уникально. И в компании на сегодняшний день, я хотел бы это подчеркнуть, уже более тысячи человек заработали по партнерской программе более миллиона долларов. Такого в индустрии сетевого маркетинга не было никогда. Если вот сейчас здесь на вебинаре присутствуют сетевики, я знаю, что у нас очень много лидеров из других компаний, которые у нас, так скажем, подрабатывают, то вы прекрасно понимаете, о чем я. Никогда не было такого, чтобы в индустрии сетевого маркетинга платили в месяц 2 миллиона долларов в месяц, 3 миллиона долларов в месяц, 5 миллионов долларов в месяц, 7 миллионов долларов в месяц. Самый большой чек Амвея – миллион 300 тысяч долларов. Декстер и Берди Ягер. Миллион 300. Они в Амвее 60 лет. Самый большой официальный чек Ван Коина, который в свое время был на сайте Business for Home – 5 миллионов долларов в месяц. Этот человек за 2 года работы вышел на 5 миллионов долларов. Никогда не было такого в индустрии. Поэтому сейчас Ван Коин – это именно возможность для каждого из нас с вами получить новую профессию, стать более ценными на рынке, стать экспертами в области криптовалюты для своего окружения. Потому что вот сейчас мы подключили новых партнеров в Ростове-на-Дону, здесь у нас очень серьезные люди, подключаются люди с большим опытом именно в бизнесе. Вот у нас прекрасная Ольга Лях. И когда мы с ней начали общаться с ее друзьями и знакомыми, оказалось, что огромное количество людей уже знает о криптовалюте. Огромное количество людей уже начало разбираться в этом, но ничего не понимают. Они не понимают, как это устроено. Как можно сделать из 1000 долларов 10 за год, если ты не трейдер, если ты не умеешь торговать на Форексе. Как это сделать? Куда вложить? Куда отнести деньги? Как не попасть в пирамиду? Как не потерять? Потому что мы с вами обжигались уже тысячу раз. И у нас нет с вами возможности опять где-то прозевать. Понимаете? Нет возможности на ошибку. И она сейчас становится экспертом для своего окружения. Она может своим близким, своим друзьям объяснить, какие криптовалюты есть, на какие стоит обратить внимание, чем они отличаются. Как не попасть на ложные какие-то вещи. Как не повестись на вот этот обман, который очень часто сейчас. Вы заходите на YouTube, там реклама. Заработай на криптовалюте 10 тысяч долларов. Вложи 100, заработай 10 тысяч через 2 дня. Это реклама на YouTube, это реклама на Facebook. Вы заходите в Instagram, ВКонтакте. Там прям целые новостные сводки. Инвестируй в криптовалюту. Форекс. Давай поиграй на криптовалюте. Но мы тысячу раз с вами видели людей, которые заходят на Форекс, и потом они с пустыми карманами. Это не наша с вами игра. Наша с вами игра, это то, где мы можем стать профессионалами за кратчайшие сроки. Это как раз и есть ванкоин. Потому что сейчас компания выходит на рынок. Вот на этом слайде вы можете видеть этапы выхода. Мы ждали этого 3 года. 3 года мы работали и нам говорили, когда вы выйдете? Когда у вас будут магазины? Когда вы соберете деньги? Все. Люди уже есть. Магазины уже есть. И 2 недели назад нам дали официальную дату выхода ванкоина на биржу. Вот сейчас все скептики, которые были, что они делают? Они сейчас покупают пакеты. Потому что уже все, уже все, уже официально все объявили. То, к чему придирались, уже все есть. И 8 октября 2018 года, ровно через 11 месяцев, компания выпускает коин на рынок. Он будет конвертироваться. Все. Мы этого ждали. Это будет. И вот есть опять этапов инвестирования. То есть следующий этап заканчивается 17 января 2018 года. После этого условия входа в бизнес будут, конечно, меняться и меняться. И за ту же самую сумму можно будет произвести все меньше и меньше монет. Почему это происходит? Потому что риски снижаются. А, соответственно, по закону экономики, чем меньше риски, тем меньше доходность. Когда риски огромные, то и доходность, конечно, больше. И вот сейчас до 11, до 8 октября мы с вами имеем возможность зарабатывать на этой криптовалюте. Мы имеем возможность инвестировать в нее деньги и получать с этого прибыль. Я вам покажу деньги, которые можно сейчас заработать именно на самой криптовалюте. Это для инвесторов. То есть люди, которые ищут для себя криптовалюту. И таких людей сейчас много. Кстати, очень интересная история. Вы знаете, почему сейчас, допустим, в России многие говорят о том, что нежелательно, чтобы у нас были другие криптовалюты, кроме битрубля, например, или крипторубля. Не важно, как он будет называться. Почему у нас правительство, кстати, не очень хочет, что мы с вами имели криптовалюту. Они сейчас о чем говорят? А давайте-ка запретим простым людям покупать криптовалюту и заниматься ей. А давайте сделаем это только через московскую биржу официально. Единственное место, где разрешено этим заниматься. И через специальных трейдеров. Почему это делается? Потому что все люди, которые хоть чуть-чуть разбираются в этой теме, чуть-чуть разобрались, они вытаскивают деньги из банков, они вытаскивают деньги оттуда, где деньги лежат и где они гниют, потому что инфляция у нас бешеная. А сейчас у нас новые купюры появились, я думаю, вы уже слышали. Поэтому не стоит ждать того, что... Абсурд. Правительство говорит, что не будет инфляции ни в коем случае. Ну мы, конечно, сейчас напечатаем тучу триллионов рублей новых, двухсот купюрных, двухтысяч, вот эти купюры, мы, конечно, напечатаем, но не будет никакой инфляции, вы что? Но мы-то с вами не дураки, мы понимаем, что если мы печатаем деньги новые, то старые начинают очень сильно дешеветь, потому что денежная масса в стране разрастается огромными темпами. И все, кто хоть чуть-чуть разбирается, они, конечно же, забирают деньги и несут их в криптовалюты. Поэтому что сейчас происходит в банках? Люди все бегут просто и забирают деньги из банка. Нужно, конечно, им этот процесс как-то прекратить, но у нас с вами еще есть возможность сделать это, пока это официально не запретили. Потому что государству не очень выгодно, чтобы люди наделали себе тучу миллионов и потом эти миллионы шоковали. Гораздо проще управлять. Вот у Германа Грефа было интервью, я думаю, тоже многие видели, это проходило очень по многим даже телеканалам, где Герман Греф говорит, а зачем людям давать образование? Если людей хорошо обучить и дать им хорошее образование, то мы не сможем ими управлять. Это же как? Как? Где такое видано, да? И вот здесь сейчас это происходит. На слайде вы видите пакеты, которые есть в компании от 140 евро до 188 тысяч евро. На эти пакеты вы можете произвести, вот вторая колоночка для себя, криптовалюту Ван Коин. Произвести, что это значит? Монета сейчас стоит уже 16 евро. По 16 евро ее принимают магазины. И вы можете купить себе путевку в Таиланд за Ван Коин. Вы можете проживать за Ван Коин в отеле в Таиланде. Вы можете заказать экскурсию за Ван Коин. Вы можете купить себе дом за Ван Коин или автомобиль за Ван Коин. И в чем наше с вами преимущество? Мы не покупаем монету по 16 евро. До выхода на рынок мы можем производить с вами Ван Коин по себестоимости. От чего зависит эта себестоимость? Она зависит от объема, на который мы с вами производим. Вот третий столбик – это как раз себестоимость приблизительная одной монеты в зависимости от пакета. То есть если мы с вами покупаем пакет-стартер на 140 евро, нам компания произведет 10 Ван Коинов. Они поступят на наш с вами криптовалютный кошелек. Все, мы их с вами можем тратить. Себестоимость одной монеты – 14 евро. Ну, небольшая разница по сравнению с тем, что 16 евро. Ну, чуть-чуть подешевле получили. Но возьмем пакет, например, на 5,5 тысяч евро. Там себестоимость Ван Коина чуть больше 3 евро. То есть мы получили монету в 5 раз дешевле, чем ее принимают магазины. Поэтому этот автомобиль за Ван Коины, эта квартира за Ван Коины, эта одежда за Ван Коины. Сейчас мы посмотрели, в Москве стоматология начинает принимать Ван Коины. Эта стоматология для вас в 5 раз дешевле, чем когда вы платите рублями. Конечно, когда заходят люди с хорошими деньгами, например, у вас есть 3 миллиона рублей. У нас недавно появился новый пакет, который позволяет вам приобрести Ван Коин чуть больше, чем за пол евро. То есть в 32 раза дешевле, чем его принимают магазины. Когда еще такое было, чтобы мы с вами могли производить деньги? Если вы возьмете любую другую криптовалюту, то ее могут производить либо айтишники, профессионалы в этом, которые заставляют квартиры огромными компьютерами, тратят туда миллионы рублей, огромное количество энергии, электроэнергии на это уходит, огромные расходники. Им нужно несколько лет окупать эту ферму, которая добывает вот эту криптовалюту. Мы с вами не тратим на это силы и энергию. Мы с вами не рискуем покупать оборудование, потому что оборудование есть у компании, и компания добывает на своих серверах. То есть это тоже не наша игра. Нам все гораздо проще и легче достается. Соответственно, 8 октября компания выходит на рынок. Стартовая цена монеты будет приблизительно 30 евро за одну штуку. И справа в столбике вы видите количество денег, которое можно будет заработать. То есть это инвестиция. То есть через год ваши 140 евро превращаются приблизительно в 30 евро. Ваши 5,5 тысяч евро превращаются в 53 тысячи евро. Ваши 55 тысяч евро превращаются в 2,5 миллиона евро. Кто-то скажет, вау, так не бывает. Я скажу, что бывает. Потому что если вы посмотрите на биткоин, который сейчас стоит 7 тысяч баксов, я знаю людей в Ростове, ну просто я сейчас в Ростове нахожусь, мы очень много ездим по регионам. Я знаю людей в Ростове, кто биткоин покупал по одному доллару. По одному доллару. И знаете, поскольку они их продавали, это было 6 лет назад, они продавали их по 5 долларов. И люди кричали, вау, я крутой, я заработал на биткоине, я купил его по баксу, продал по 5. Вау, я мега крутой. Вы знаете, что сейчас эти люди делают? Они грызут ногти. Потому что биткоин стоит 7 тысяч баксов за одну штуку. Если у тебя был один биткоин, то ты просто недополучил 6995 долларов. Это анекдот, но это анекдот, который есть в реальности. Я уверен, что у ваших знакомых тоже есть такие случаи. Потому что я с этим встречаюсь в каждом городе, куда приезжаю. Все слышали о биткоине. Ну, очень многие люди, кто тогда интересовался инвестированием, новыми технологиями, у них были биткоины. Но они продавали по доллару, по 5, по 100 баксов. Я знаю людей, которые продавали биткоины год назад по 300 баксов. А сейчас они покупают его по 7. И они ждут, пока он будет стоить 50 тысяч долларов. Да, действительно, это есть. С ванкойном та же самая история. То есть, когда он выходит на рынок, не нужно его продавать. Он будет стоить, допустим, 30. Но через 2 года, когда им будет пользоваться весь мир, а если вы посмотрите интервью бывшего министра финансов Японии, это тоже наш партнер, они в Осаке проводили мероприятие на 8 тысяч человек. И он там сказал, что наша цель сделать ванкойн официальной криптовалютой Олимпиады в Токио 2020 года. Вы понимаете, что в 2020 году, когда ванкойн будет официальной криптовалютой Олимпиады, им будет пользоваться, может быть, 200, может быть, 300 миллионов человек. А поскольку количество монет ограничено, то их ценность растет. Может быть, ванкойн будет стоить 100 евро, может, он будет стоить 1000 евро. Если у вас есть, например, 5000 ванкойнов, умножьте эту сумму на 1000. Сколько это? И вот вы сделали из 5000 евро полтора миллиона. Вау, круто! Но это не год, это не два. Может быть, на это понадобится 5 лет. И здесь самое главное – это ваше мышление инвесторов. А здесь уже наша Ван Академия, то, что дает компания, ее главный продукт – это финансовое образование, которое, кстати, дает вам сертификат, который приравнивается к дополнительному европейскому финансовому образованию. Это очень важный момент, для чего люди и приходят именно в наш бизнес. Но смотрите, если у вас есть 3 миллиона рублей, в принципе, я советую выключить этот вебинар. Потому что смысл. То есть у вас есть 3 миллиона, спокойно берите себе этот лаунж-пак. Окей, он у вас есть, у вас через год 2,5 миллиона, все, вы в шоколаде, все хорошо. Купите, если у вас еще 3 миллиона рублей есть, купите еще биткоина, он тоже будет расти, скорее всего. Купите себе эфириума, купите себе еще криптовалюту, купите на все деньги, которые у вас есть, распределите по криптовалютам. Пусть 3 миллиона рублей у вас лежит в анкоине. Теперь вопрос к людям, у которых нету 3 миллионов, чтобы запастись монетой. Потому что монеты по-любому будут на рынке, монетой по-любому будут пользоваться люди. Потому что это самая современная, самая защищенная монета из всех. Самая сильная монета из всех, которая еще не на рынке. И по-любому все будут пользоваться. Вопрос, если у вас 100 монет, или у вас 500 монет, или у вас 1000 монет, если у вас нет 3 миллионов, где их взять? Вот здесь важна именно партнерская программа. То, что гениально скрестило Ружи Игнатова. Вы, рассказывая людям о ванкоине, помогаете людям разобраться в криптовалюте, можете заработать деньги сами. Обучая других, как работать с криптовалютой, вы можете заработать сами. Потому что ваши знакомые сейчас по-любому изучают эту тему. Я готов поспорить, что 90% уже слышали про криптовалюту, 90% уже немножко даже бесится, потому что ничего не понимают. У меня есть две бабушки, я их обоих люблю, они обе прекрасные. Вот одна бабушка, она у меня на передовой. Она прям такая активистка в плане всего нового, у нее банковская карта появилась еще 10 лет назад, она интернетом пользуется, скайпом пользуется, ватсап, вайбер, мы с ней постоянно на связи, все круто. Вторая бабушка, она более консервативная. Она вот, интернет это не мое, все, я не хочу, Олег, я не хочу, и все. То есть вот она говорит, вот мне это не надо. Банковская карточка, она не пользуется, скайпом она не пользуется, вайбером она не пользуется. Вот просто говорит, все, это не мое. Но моя первая, кстати, бабушка, она еще полтора года назад, как только я этим занялся, она сразу прикупила себе пакет, начала разбираться в этой теме. Она отличит биткоин, ванкоин, эфириум, она расскажет, чем они отличаются, она расскажет, какие криптовалюты бывают. Она прям варится в этой кухне, ей это безумно интересно, потому что ей интересно все новое. Вторая бабушка, ей это тоже, в принципе, интересно, но она не особо готова разбираться. И вот мы с вами это проводники нашего окружения в мир цифровых денег, потому что банковскими карточками сейчас обязали пользоваться всех. Уже все, хочешь не хочешь, а пенсию, конечно, еще носят до сих пор, да, там, не знаю, кто там, почтальон или кто их носит. Но сказали, что карту оформляй, карта МИР банковская, да, вот учителей, там еще зарплата будет на эту карту приходить. И те учителя, которые вот еще давным-давно работают, многие, не, зачем банковская карта, сказали, блин, не получишь зарплату, твои проблемы. Людям приходится пользоваться банковской картой. То же самое с криптовалютой, ей придется пользоваться. У людей будет криптовалюта, люди будут использовать, там, ванкоин, еще какие-то криптоденьги. Но это будет, там, лет через, там, 3-5, их обяжут ими пользоваться. Но на этом уже мало можно будет заработать. То есть, либо вообще не заработаешь, либо чуть-чуть, там, как банковский процент, да, какие-нибудь, там, 7% годовых и все. А пока это только входит, и 1% населения, в лучшем случае, в этом разбирается, на этом можно зарабатывать. Если вы своему окружению показали, что есть много криптовалют, да, ну, вот есть ванкоин, у него есть свои плюсики. И ты можешь прикупить себе ванкоинов, рассказать об этом друзьям, чтобы они тоже запаслись цифровыми деньгами, чтобы они тоже избежали инфляции, чтобы они тоже избежали экономического кризиса, чтобы они тоже избежали этих рисков, которые связаны, там, с войной, социальными какими-то потрясениями, чтобы люди не боялись жить на пенсию. Ты имеешь возможность прикупить себе криптовалюты и через 5 лет сделать фамильный капитал, который будет кормить всю твою оставшуюся семью. Вот мы тоже сейчас в Ростове общались с одним предпринимателем, он говорит, когда были ваучеры, нам никто не рассказал, как ими пользоваться. У меня какие-то знакомые купили Газпром ваучеры, да, они вложили в Газпром, сейчас у них есть все, что нужно, у них есть дивиденды, они живут, эти акции дорожают, я с деньгами. Но мне никто не сказал, у меня эти ваучеры дома, у меня, мои мамы, бабушки, папы, они все лежат, мы их не тратили. Если бы мы на эти ваучеры купили акции Газпрома, если бы нам кто-то рассказал, то сейчас мы были бы в шоколаде, понимаете, вот с криптовалютой то же самое. Если вам никто не рассказал, ну, все, они уже вложились, они это уже имеют. У нас самый тоже смешной случай был, когда в моей команде девушка, она позвонила своим друзьям в Италию, говорит, все, у меня тут просто мегабизнес, это было год назад, это мегабизнес, все, криптовалюта, нужно инвестировать. Та говорит, какая криптовалюта? Итальянка ее спрашивает, итальянка, какая криптовалюта? Та говорит, ну, ванкойн, ты, наверное, не знаешь. Та говорит, в смысле не знаю. Мы в ванкойне уже полтора года. Мы в ванкойне с 2015-го. Она говорит, в смысле? Она говорит, а мы в ванкойне структуру по Италии строим, у нас тут уже команда есть, тут отели принимают, гостиницы, рестораны, тут можно на горных лыжах за ванкойн и покататься. Она говорит, а что ты мне не сказала? Почему ты мне не сказала, что вот есть какой-то ванкойн? Что ты мне это не сказала? Я бы тоже хотел этим заниматься. Я вот сейчас вложила миллион, начинаю строить команду, вот, блин, почему ты не сказала мне? А ты знаете, что ответила? А я думала, тебе не надо. Ты же русская, вы там все в шоколаде живете, зачем тебе это нужно? Ну, они, конечно, общаются, они не поругались после этого особо сильно. Но наши знакомые уже этим интересуются, и мы можем сделать их счастливее. И на этом заработать деньги. Я сейчас не буду здесь расписывать маркетинг-план, у нас есть отдельные видео, которые объясняют, как он работает. Я просто скажу, что у нас есть система работы, именно у нашей команды, которая позволяет зарабатывать максимальные деньги за минимальное количество времени, если просто следовать простым шагам. Что это за шаги? Вы входите на бизнес, есть бизнес-вход на 2900, есть бизнес-вход на 7900. Вы берете себе 5 бизнес-мест, вот как указано на этом слайде. В чем смысл? Вы на эти бизнес-места, конечно, получаете криптовалюту, она вам добывается, все хорошо, но вы из маркетинга можете зарабатывать больше денег, с того же самого товарооборота. И все, что вам нужно, это приглашать двух человек в месяц. Одного влево, другого вправо. Двух человек в месяц. И те люди, которые у вас приходят, должны делать то же самое, два человека в месяц. Если вы повторяете эти простые действия, то вот здесь указан доход, который вы получаете на первый месяц, на второй, на третий, на четвертый. То есть при слаженной работе команды вы зарабатываете в первой системе 8500 евро чистыми дохода, кэшем, то, что вам платит компания. Третье, на второй системе вы зарабатываете почти 24000 евро, тоже кэшем. Это за месяц. Дальше, естественно, больше. То есть команда работает на пятый месяц, это еще больше, на шестой еще больше, на седьмой еще больше, на восьмой еще больше, на девятый, на десятый. На одиннадцатый месяц ванкойн выходит на рынок. Финишная черта. Так, все. Остался один вопрос. Сколько у вас монет? Сколько? Сто монет, тысяча, сто тысяч ванкойнов, миллион ванкойнов. Я знаю человека, у которого 60 миллионов ванкойнов. По сегодняшнему курсу этот человек имеет почти 500 миллионов евро ванкойнах. Ага, 500 миллионов евро ванкойнах. И он продолжает усердно работать, потому что ему нужно больше и больше монет. Потому что он понимает, что если ванкойн будет стоить 100 евро, то он будет иметь миллиарды. Как с биткоином, то же самое. Вопрос, сколько у вас биткоинов? Если у вас 100 биткоинов, то вы в принципе можете уже не работать. Если у вас один биткоин, ну вы в принципе можете купить себе Hyundai Solaris. Но 8 лет назад этот биткоин можно было купить дешевле, чем чашку кофе в самой дешевой кофейне. И вот та же самая история сейчас повторяется. И мы с вами можем зарабатывать именно на том, что рассказываем это людям. Мой пример тоже. Я в первый месяц заработал полторы тысячи евро. Это было полтора года назад. Я рассказал всем своим близким, рассказал всем своим друзьям. Вошло 8 человек. Я заработал тысячу, ну полторы тысячи, там 1480 евро я заработал. Это были хорошие деньги. Но тогда многие люди мне не поверили. Многие люди сказали, Олег, мы посмотрим и поизучаем. Олег, не факт, что это сложится так, как сложится. Олег, еще что-то, еще что-то. Сейчас, в чем, знаете, прикол, все эти люди, они либо со мной не общаются, ну то есть они прям вот не хотят со мной общаться, ну потому что им как-то стыдно, либо они как-то сукоризны небольшой. Ну то есть им неудобно передо мной, потому что когда я им говорил, что ребята, через полтора года, через два года об этом будут знать все, телевидение, это будут разрешать, мы будем с вами передовиками, мы будем первыми, блин, кто в этом разобрался. Они сказали, нет, мы не верим, это лохотрон, пирамида, ты вообще дурак, и вообще все, уйди, мы не хотим слушать. Такое было. Сейчас они открывают телевизор, любая экономическая программа начинается с новостей о криптовалюте. В России своя криптовалюта будет, биткоин подорожал 150 раз за год, рынок криптовалют уже там больше 200 миллиардов долларов, хотя когда я начинал, он был там порядка 5 миллиардов долларов, 20 раз вырос за год, и так далее, и так далее. Сейчас время, когда вот эта волна, она уже все, поднялась. И мы с вами на этом пике можем сколотить настоящий семейный капитал, той возможности, которой мы, возможно, никогда в своей жизни до этого не получали. Именно в той теме, которая только-только развивается. Теперь, что нужно делать? Вы здесь многие из разных городов, да, с абсолютно разным образованием, с абсолютно разными целями. Нужно понять, чего вы хотите. То есть, если вы хотите за этот год по-настоящему заработать денег, то есть вам хочется, ну, кому-то дополнительно 20 тысяч в месяц устроить такой заработок, нет проблем, кому-то 100 тысяч в месяц хочется, кому-то хочется действительно начать прям вот большие деньги зарабатывать. Конечно, все зависит от времени, которое вы прилагаете. Но в любом случае вы не можете проиграть. В банкойне вы не можете проиграть, потому что вы получаете монеты по себестоимости. Вы уже заработали на монетах. Но когда вы начинаете строить сеть по системе работы, которую вам расскажет человек, который вас сюда пригласил, то вы начинаете и зарабатывать. Зарабатывать очень хорошие деньги. Когда вам придет на счет первая тысяча евро, вы пойдете в магазин, потратите эту тысячу евро, вы поймете, что это кайф. Потом придет полторы тысячи евро, потом две тысячи евро. Вы купите себе новую сумку, новый костюм, заплатите, может быть, кредит, который вас долгое время тревожит. Вы увидите в этом вот прям кайф жизни, который есть. И на этот кайф осталось 11 месяцев. Как быстро войти в бизнес? Ваши спонсоры тоже вам об этом поведают. Но я, конечно, советую систему. Мы именно по системе работаем. Но человек всегда может начать с того, что у него есть. Если нет 2,5, 2,900, можно, конечно, начать меньше. Но потом важно все-таки приобрести себе лучшие пакеты, чтобы больше зарабатывать. Это, конечно, нужно учитывать. И у нас скоро будет наша бизнес-академия, о которой Елена говорила вначале. Наш лидер в России, Вадим Смирнов, это бриллиант-компания, он организует выездные семинары, которые проходят 3 дня. Следующий семинар будет 15-18 января. Это будет рождественский семинар. Он пройдет в Подмосковье, в лучшем загородном отеле, эко-отеле России. Там шикарные деревянные дома, там будут печки в этих домах, там шикарные панорамные окна, там тихий лес, там красиво, там сугробы, там баня, там рыбалка, там все, что хотите. Это рай, потому что я там был уже 3 раза в этом раю, это шикарнейшее место. Вот сейчас можно приобрести билеты на это обучение, поехать вместе с нами. Единственный минус на этом обучении будет всего 150 мест, потому что сам отель очень маленький. То есть если мы до этого семинары делали на 300, на 500 человек, то сейчас всего 150 мест. Я знаю, что уже порядка 120-130 мест уже раскуплены, поэтому если у вас есть возможность, срочно покупайте билеты, чтобы успеть туда попасть. Сегодня билет стоит 6100, с завтрашнего дня билет будет стоить 7500, потом будет 9000, и на Академии, по-моему, он будет стоить 10000. То есть если успеваете сегодня купить, позвоните людям, вашим спонсорам, пусть они скажут, как билет приобрести. Проживание там стоит копейки, там на человека порядка 6000 рублей. Это за три дня, это с питанием, завтрак, обед, это шведский стол, то есть там все шикарно, и это, считайте, 10, ну там 11 тысяч рублей суммарно за три дня шикарнейших тренингов, где вас обучат тому, как делать этот бизнес и как зарабатывать на этом деньги, что самое важное. Поэтому напишите своим спонсорам и начинаем строить бизнес именно в регионах. Вы сейчас первые. Если это Карачаева, Черкесия, то у вас шикарная возможность, потому что я знаю, что Кавказ очень любит сетевой, и в сетевом сейчас там большие вопросы, куда идти, что делать. То есть здесь есть возможность начать зарабатывать 100 тысяч в месяц, 200 тысяч в месяц, полмиллиона в месяц, чистый ми. Потому что ванкойн людям нужен. Ванкойн это когда тебе приносят, вот мне приносят люди там, Олег, у меня есть 100 евро, я говорю, я не беру на 100 евро. Он говорит, ну вот я хочу, я не беру на 100 евро в свою команду, я беру на 2 900. И что самое интересное, люди находят 2 900, люди входят в бизнес и начинают серьезно работать, и уже в первую неделю зарабатывают свои там 100, 200, 300, 500 первых заработанных денег, живых, которые позволяют им начать свободнее дышать. Вот этим ванкойн крут. Мы сейчас начинаем запускать бизнес в Донецке. В Донецке та же самая ситуация, огромное количество сетевиков, товарный продуктовый бизнес оттуда ушел. У людей зарплата в среднее 5-6 тысяч рублей в месяц, это потолок. Там 10 тысяч в месяц вообще никто не зарабатывает. Все сетевики, которые были, либо просто без денег сосут палец, потому что все, бизнес просто рухнул, либо они ушли в пирамидки. Другого варианта у людей просто нету никакого. Просто нету. И мы там как глоток свежего воздуха. Потому что мы приезжаем, мы даем людям шанс на реальном сетевом бизнесе за этот год заработать, может быть, миллион, может быть, два, может быть, три миллиона рублей. И купить себе реально цифровой актив, который потом будет кормить наших детей, внуков, правнуков. И все потом будут вспоминать. Ну, я сейчас, конечно, утрированно, ну, как, смешно вспоминать, не, я полтора года назад, да, ну, действительно, полтора года назад, когда все крутили пальцем на виска, я уже на этом зарабатывал. Через 10 лет, когда все будут пользоваться только криптовалютой, и будет одна валюта на весь мир, ванкойн, самая сильная, самая перспективная, будет прикольно, рассказываешь, слушай, я 11 лет назад занимался этим, когда все вообще говорили, что ты больной. Сейчас я зарабатываю в месяц 10 миллионов долларов, просто потому, что у меня есть ванкойны. Вот в этом кайф, и в этом наша с вами возможность. Поэтому я каждого поздравляю с тем, что вы сейчас владеете информацией, и я желаю вам как можно быстрее начать распоряжаться этой информацией. Позвоните человеку, который вас сюда пригласил на этот вебинар, посоветуйтесь с ним, как лучше поступить именно вам, и давайте зарабатывать деньги вместе. С вами был Олег Тарабанов из Ростова, прямая трансляция. Это, кстати, мы выложим на YouTube, там тоже будет доступен вебинар, хотя мы хотели, конечно, сделать команды, но ничего, поделимся, потому что чем больше людей знает о нашей криптовалюте, чем больше людей ей пользуются, чем больше магазинов принимает, тем она стабильнее, устойчивее, и тем она дороже, и тем мы с вами становимся богаче. Поэтому до скорых встреч. Это OneCoin, это OneLife, это самый крутой бизнес.